Почти 660 миллионов рублей Севмаша пытается взыскать Газпром нефтшельф. Об этом пишет газета Коммерсант. Иск не касается непосредственно платформы Приразломной. В 2011 году Северодвинская верфь арендовала ледоколы для доставки оборудования к месту строительства, за которые якобы так и не расплатилась. Между тем, отмечает издание завод, последние годы показывает значительно лучшие финансовые результаты, чем компания Истец, деятельность которой убыточна на протяжении последних пяти лет. Компания Истец – дочерняя структура Газпром нефти. Требования в иске разбиты на две части. Задолженность по фрахту транспортно-буксировочного судна, по мнению ИСЦА, составляет 34 миллиона рублей. По второму договору нефтяники собираются взыскать почти 430 миллионов рублей. В дополнение к этим суммам Севмаша требует взыскать 197,5 миллионов рублей пени, а также пени, которые набегут на задолженность верфи с момента подачи иска до момента принятия судом решения, если оно будет в пользу нефтяной структуры. Кстати, предприятие «Звездочка» также рискует крупной суммой. Арбитражный суд Архангельской области частично удовлетворил иск Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз» о взыскании затрат на исполнение и расторжение контракта на сооружение плавучего дока почти за 5 миллиардов рублей. «Алмаз» летом 2014 года стала единственным участником конкурса на изготовление плавучего дока для судоремонтного завода «Красная кузница». Торги признали несостоявшимися, и конкурсная комиссия приняла решение заключить контракт с конструкторским бюро «Алмаз». Суд постановил взыскать со «Звездочки» в пользу «Алмаза» почти 203 миллиона рублей в возмещении затрат. Об этом сообщают РИА Новости.